Это он. Я отчетливо слышал шорох с его стороны. Ах, я знаю, когда она врет. Врать-то она совсем не умеет. Это она. А я считаю, что это... Так! А какая вообще разница? Извините, кто пердонул? Вызовите диспетчера, но мы же застряли. Точно она? Это она на фульку. На фульку. И, короче, братан, приколись, мы с ней расстались. Что, в натуре? Она же в год свиней родилась. Мне же нельзя харам. И что тебе надо? Что ты хочешь? А что вы в свою куркуму не езжаете? Там не мусорите. Вы там тоже так мусорите? Ты что моросишь, курага? И мы коренные москвичи. Ээээ! Сюда иди! И я сейчас тебе проход в ноги сделаю! Нелли Александровне не проходили в ноги уже более 25 лет. Ну что, махач будет, нет? Давай, мага, втащи, дай ей! Она на мою матушку похожа, как я ее втащил! Что, это, Фатима? Ну не надо так! О, вот это давай, мурталку, ма! О-о-о-о-о! О-о-о-о! 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 Лето – это пробудиться ото сна, подчарующие звуки стройки, ремонта или что там они нахрен делают каждый год. Да как же вы за... Лето – это заряд бодрости с утра, ведь уже вторую неделю нет горячей воды. Лето – это спорт, ведь в фитнес-центре не отключили горячую воду. Лето – это отдых на природе. Не-не, крем не надо, я никогда не сгораю. И красивый загар. Лето – это делиться своим потрясающим музыкальным вкусом с окружающими. Лето – это умудриться заболеть в разгар жары, потому что гребаный кондиционер херачил всю ночь. Лето – это натертые ляхи, дизайнерские джинсы и волшебные ароматы. Лето – это засыпать под пение каких-то пьяных уродов. Лето – это любовь. Да заткнитесь, блядь! Тут такое дело, решили пойти на пикник. Проверила погоду, плюс 27. На всякий случай возьму зон, все-таки Москва. И пуховик. Набрала Виталику узнать, где будет пикник. Он сказал, что вообще-то уже на месте, давно меня ждет. Я сказала, что выехала и пошла в душ. Вышла из душа. От Виталика семь пропущенных. Написала ему смс, что уже в парке и вижу его. Взяла ракетки, книгу и телевизор, если будет совсем скучно. Вся еда была на Виталике, я взяла только чипсы и шампанское. Решила пойти пешком. Порадовалась, что забыла пуховик и телевизор. Поняла, что нужно поднять настроение и что шампанское до парка не дойдет. В парке с трудом нашла Виталика. Сказала ему, что очень проголодалась. Он сказал, что вся еда была на мне. Я очень удивилась и проверила переписку. Ничего подобного не было. Виталик сказал, что ничего страшного и будем есть мои чипсы. Я подчеркнула, мои. Но Виталик нашел весомые доводы, чтобы я чипсами поделилась. Поиграли в бадминтон. Стали жрать комары. Сказала Виталику, что хочу домой. Он сказал, что я здесь всего 10 минут. Решила лечь поспать. Попросила Виталика разбудить через полчаса. А Виталик немного отвлекся. О, давненько вас у меня не было. Да, у нас вроде все хорошо. Даже ребенка родили. Все благодаря вашим стараниям. Ты охерела? Ой, да. Твоим стараниям. Расскажите, как летали в Турцию. Ой, не есть, что я вам рассказывал. Мистер Отель 2019. Можно я расскажу, как он ее получил? Никогда, слышишь? Никогда не надо этого никому рассказывать. Это, док, а вы еще лечите? Ну да. Слушайте, у меня тут вот недавно змея одна укусила, смотрите. Ну да, покраснение сильное. Что за змея? Да есть тут одна гадюка. Алла, насилием ничего не решить. Чтобы понять Диму, попробуйте представить себя на месте мужчины. Вот как бы вас звали? Ну, Алексей. Ты че, охурел, что ли? Братан, извини, за всю хурмушку накопилось. Я тебе за хурмушку в жопу запихну. Алла, держите себя в руках. Держи ее в руках, я не знаю. Или ты сейчас... 50 копеек донесешь? Или я тебе сейчас эти 50 копеек вачела засуну? Ой. Тысяча пятьсот. Девушка, это не мои продукты. Это не мои проблемы. Тысяча пятьсот. Итого с вас тысяча девяносто пять рублей. Ой, девушка, очень дорого что вышло. Давайте сосисочки уберем, пожалуйста. Угу. Алла! Стоп! Отмена! Паскуда. Ты вот это вот сядь сюда. С девяти утра до девяти вечера вот это вот жопой посиди по пикой кассой. Я тебя посмотрю. Так, шалашовка, это ограбление. Кассу, выручку на стол. Еще тебе что? Засосать может быть? Пошел нахер отсюда. Девушка, дайте мальбора, пожалуйста. Паспорт дай. Это не вы. Ну, это не вы. Акзе, я вас всех ненавижу. Вечер в хату, я Лариса. Я мать семерых детей. Битого за шаурму не хотите быть? Рассказываю. Зашла я в ларечек с шавухой. Стоит пацан какой-то, ну, встала я перед ним. Ну, а шо, я мать, мне можно. А он такой, женщина, тут очередь. Еще я за пи***ями не стояла. Говорит, у вас в штанах. Вот это поворот. Говно дерзкое. У меня, говорю, семеро детей. На минуточку, б***ь. А ты, б***ь, он вышел отсюда. Ты меня понял? Ты меня понял? Ты меня понял? Ну, начал я его толкать, царапать, бить. Не, ну, если он сам напал на женщину. На мать. На мать. Короче, порвала я ему футболку, штаны и пакет. Так шавуху и не купила. Но никто не хочет меня понять. А я же на мать. Еще можно спать и спать. Я хочу спать! Где, отец? Домой отдыхать езжайте. Домой отдыхать езжайте. Стой! Позор не выстроить! Я хочу спать! Ах! Тут такое дело выпускной. Волосы не готовы, руки не готовы, ноги похожи на ковер. Метнулась в салон красоты. Оставила в салоне годовой бюджет сургута. Поиск платья похож на квест. Тактично объяснила какой-то телке, что это платье подходит не больше. Вроде все готово. Хотя, еще один маленький нюанс. Вот теперь готово. Приехала в школу. На входе стоял физрук. Заподозрил неладное. Пришлось отдавать процент. Хорошо, что у меня еще осталось. На выпускном меня ждал сюрприз. Неприятный. Оказывается, мое платье в магазине было не последним. Убедила Ленку, что ей нужно полежать и подумать. Раз платье не в аптек, решила слегка перекусить. Позвали фотаться. Опять о самый фотогеничный человек в классе. Туфли на размер меньше давили и терли все сильней. Хорошо, что теперь у меня есть запасные. Классуха позвала на улицу смотреть салют. Эффектно. Стало интересно, что мы скидывались по 10 тысяч. Оказалось, бухлишко пронесла не только я. Никогда не пробовала ром. И виски. И текилу. Короче, проснулась в Тамбове. Сынок, у тебя все хорошо? Да, все хорошо. Точно. У меня все нормально. Ты вообще себя видел, что на тебе надето? Это что, модно сейчас? Да, сейчас это модно. Завтра я пупок проколю. А на лице скоро у меня будет татуировка, чтобы в офисе не работать. Вот я тебе тут макарошки приготовил, а еще курочка будет. Я же просил вчера пюрешку мне приготовить. Ну что, вкусно? Да. Не, не слышу. Да! Знаешь что? Я ухожу из дома. Мне это все надоело. Вот здесь вы мне уже. А макароны кто доедать будет? Все, теперь я точно ухожу. Кроссовки даже новые вы петь не можете. Да, недалеко ушел. Ладно, Платон, давай возвращайся домой. Ну раз уж ты про, Сержин. Походку попроще можно? Ну все и вы нарядились. У этой платья короткое, как у шлюхи. Как у шлюхи. У этой платья длиннющее, как у монашки. Как у монашки. У этой платья средней длины, как у... Ну что стоишь, помогай. Как у... Особенно Соколова выгляделась. Как будто из-за этого платья все забудут, что она на физре пукнула. Да пошла ты в жопу. Жень, ну нам еще аттестат не выдали. О, в смысле здравствуйте, Ирина Владимировна. А Калинкин меня сегодня точно на танец позовет, потому что он в меня втюрился. Че встала? Эш, говорю. Угу. У Соколовой платья цвета блевоты. Это и есть блевота. Опять она раньше времени нажралась. Ой, смотри, какое у нее платье. И лифчик, и трусы видно. Блин, она сегодня по-любому девственности решится. Повезло, наша директрисе. Смотри, рассвет начался. Ага. Так, конечно, не рассвет. Это физрук горит. Ух, ё. Побежали снимать. Побежали снимать.